КОНВЕНТА СЕТТА Винный магазин рядом Все нормально Здесь ремонтируют дорогу Потому что у нас под ногами не асфальт А в основном булыжник Но тем не менее Все очень чисто, аккуратно Пошли к нам гулять Тележки со всякими поделками Едет полиция Должен быть порядок И вот это здание театра Как нам сказали А вот оригинальная красивая застройка Ради которой Мы сюда и едем Потому как это средневековая застройка Дошедшая до наших дней Как мы считаем Первый трофей вязаного кота Вот такого купили И теперь идем гулять уже с котом Ну это какая-то современная застройка А вот там явно старинная Я про нее уже говорил И надо ее подойти посмотреть поближе В общем такой вид Совсем какой-то красиво средневековый И надо будет ему посвятить время Вот такие цветочки Цветочки здесь посажены И они кстати уже пахнут И совсем таки неплохо пахнут О, это знаменитый кошкин дом Пойдем к кому подойдем Знаменитый рижский кошкин дом О котором все пишут В общем коты Стояли сначала развернуты не так А другой частью В другую сторону короче Потому что рядом находился якобы Вот здание гильдии Куда не приняли этого купца И он будучи таким очень товарищем Достаточно сердеда на эту тему Поставил кошку Задиться к этому зданию Извините за подробности Вот это его дом был В общем короче дожал И потом приняли Он кошку развернул другой стороной Ну забавно Ничего не скажешь Это маленький Париж Вернее так это наверное Но не то что маленький Париж А тоже Париж Как утверждают нас местные жители По крайней мере таксист нам это сказал Вот подтверждение каштаны Каштаны в Риге продают Ну пока еще они тут только намечаются Я в городе потеплел И вот такие кафе начинают открываться Но пока без посетителей Пока только они в таком В тестовом режиме открываются Но скорее всего скоро будут и посетители Куда деваться И скоро сезон отдыха Надо отметить что здесь много экскурсий Пешие и конные что называется Вот например одна явно Велосипедная экскурсия А сейчас мимо нас прошли две пеших экскурсии Где в разный бой Пересказывают в общем то Такие вещи которые в интернете Можно прочитать про Ригу Вот многие фотографируют На планшеты Потом видимо фейсбук будет вывешивать Наверное Девушка вы потом в фейсбук будете вывешивать? Нет? Вот достаточно такая архитектура тут Витиеватая Арт ново Арт ново мне подсказывает Арт ново Флигера естественно Какие ветреные места Флигер точно должен быть Надо знать откуда дует ветер В какую сторону дует ветер Для того чтобы понимать Происходящее событие правильным образом Этому Эту задачу решает флигера На крышах Все таки вот ветреное здесь Рижское заморье Какую-то улицу мы выбрали Тут играет на саксофоне И вот какой-то перед нами собор Очередной Или не очередной А что-то типа Петра и Павла Где-то играть часы Явно А где пока не видим Вот площадь где стоят Такие рафички По-моему это такие Типа наших рафичков Что-то такое Из детства Экскурсионные Которые на разных языках Могут прокатить вас по Риге И рассказать о Риге Что-то интересное Но мы сегодня договорились Уже с тем Что у нас будет экскурсовод Мы сейчас пойдем на встречу с ним Поэтому это оставим на будущее Очень некая ностальгия Открытые киерафики В детстве бегали по ВДНХ Ну кто помнит А кто не помнит Ну вот верьте мне На слово Ведь Рига-то это же Рижский автозавод Будь здорово было производство Ну и к сожалению уже Почившая в базе Вот он еще и электрический Ну и понятно что модель Чина Так что это еще и электрическая машинка Но тем не менее Кто не захочет тратиться на экскурсовода Тот может вполне воспользоваться И проехаться на таком экскурсионном автобусике Тут на русском тоже Итак мы сделали небольшой кружок Да Пришли опять к палаточкам Торгующим всякими сувенирами В общем пора переходить К каким-то активным нам действиям Сейчас наш экскурсовод подойдет И мы уже Туда совершенно решительно пройдемся по городу И откроем его для себя Вот Так А вот здесь тут какой-то спектакль Леси украинки И такая прям к нему Лесная песня называется Фантастическая сказка о любви в двух действиях Вот так вот Ладно Музыка Кстати на Дунский собор возможно на орган сходить вечером Ну что ж погуляем мы с экскурсоводом Узнали много-много интересного Ну и что узнали Постараемся вам рассказать чуть попозже А сейчас мы пойдем перекусим Потому как интеллектуальные Познания Они вот как правило связаны с Желанием потом что-то съесть Ну своего рода закрепить Знания умственные Вкусной едой Сейчас в тейк-хаус пойдем Вон там прямо по улице есть Прекрасный тейк-хаус Пойдем мясца маленькую поедим Зашли мы в стейк-хаус Есть тут такие стейк-хаусы вкусные И нам принесли меню на чисто русском Если вам скажут что в Рике вам не дадут что-либо на русском Не верьте этим людям Суп, пожалуйста, закуски, вторые блюда, стейки О, кстати, стейки Пожалуй, стейками мы сегодня и займемся Как нам принесли Стейк Стейк хорошей прожарки Специальный стейк Ай, даже руки дрожат И вот такую прелестную рыбку Мы же в Латвии Здесь с рыбой давно и плотно работают Судя по всему с мясом тоже не отстают Запах прекрасный Рюмочки небольшие, водочки, пищевая добавка Это не пьянство ради А только пользуемый для Вот, приятного аппетита Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!